Друзья, вы на канале ЮАНьюз. За подписку, лайк и комментарий будем рады. Ну а мы начинаем. Оккупанты в панике взорвали плотину Каховского водохранилища. Это очевидный теракт и военное преступление, которое станет доказательством в международном трибунале. 6 июня 2023 года около 2.30 ночи российские оккупанты совершили подрыв плотины Каховского водохранилища. Этот террористический акт создал смертельную опасность для украинских граждан в населенных пунктах по обеим берегам Днепра, ниже Каховского водохранилища. Это беззаговорочный акт экоцида и очевидное военное преступление, влияние которого выходит далеко за пределы Украины и затрагивает экосистему всего Черноморского региона. Также это преступление усиливает угрозы ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов-охладителей Запорожской атомной электростанции зависит от уровня воды в Днепре. Напоминаем, что Главное управление разведки сообщало о проведении основных работ по заминированию сразу после захвата Каховской ГЭС. В апреле прошлого года осуществлено дополнительное минирование шлюзов и опор. На самой плотине были установлены тентованные грузовики со взрывчаткой. Этот террористический акт является признаком паники путинского режима и попыткой осложнить действия украинских сил безопасности и обороны. Он станет весомым доказательством на Международном трибунале, который, несомненно, ожидает каждого причастного к совершению военных преступлений на территории Украины. В сети появились спутниковое фото и видео подрыва Каховской ГЭС. Тем временем, вода в Каховском водохранилище стремительно падает около 15 сантиметров в час, сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко. Он также призвал местных жителей Никопольского района сделать максимально возможные запасы питьевой и технической воды. Эвакуируют людей из потенциальных зон затопления на правобережной части Херсонской области, сообщает МВД Украины. Тем временем, уровень воды стремительно поднимается. Всем, кто находится в зоне затопления, следует подняться на местность, расположенную выше Днепра и Кашевой, передает Херсонская ОВА. Президент Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО, передает секретарь СНБО Алексей Данилов. В случае снижения уровня воды Каховского водохранилища нарушится функционирование инфраструктуры охлаждения реакторов Запорожской АЭС, и это может грозить ядерной катастрофой. Подрыв дамбы или разрушение шлюзов потопит 80 населенных пунктов ниже по течению. Пострадают сотни тысяч людей, и это исключит возможность функционирования Северокрымского канала. Разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой. Это уже не проблема Украины, это проблема человечества, и решения должны быть немедленными. Как по ликвидации террористов из РФ, так и в помощи остановить то, что сейчас происходит. Через пять часов уровень воды после разрушения Каховская ГЭС достигнет критического уровня. Об этом заявил глава Херсонской ОВА. Проводится эвакуация из районов, которые могут быть подтоплены. Жителей прибережных территорий он призвал собрать документы и ждать автобусов для эвакуации. Отметим, что по данным украинской стороны, опасность есть также для Херсона и Новой Каховки. Города уже начинают подтапливать. Микрорайон Корабелл в Херсоне обесточен. Через несколько часов также будет отключено газоснабжение в целях безопасности. Также есть информация, что кроме плотины оккупанты взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС. Также президент Зеленский прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС только подтверждают для всего мира, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет. Ни водой, ни ракетами, ничем угодно террористам не удастся остановить Украину. Подрыв россиянами Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС. Однако ситуация контролируемая, передает энергоатом. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас ситуация на ЗАЭС под контролем. Украинский персонал мониторит все показатели. Сообщается, что подрыв ГЭС был осуществлен личным составом 1-го батальона 205-й мотострелковой бригады ВСРФ. В Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило местный зоопарк. К сожалению, все животные погибли. Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, передает УКР Гидроэнерго. По предварительному прогнозу ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих четырех дней. Неконтролируемое снижение уровня водохранилища является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, говорится в сообщении. Кулеба назвал подрыв россиянам и Каховская ГЭС, пожалуй, самой большой техногенной катастрофой в Европе за десятилетия. Также он добавил, что действия оккупантов поставили под угрозу жизнь тысячи мирных жителей. Единственный способ остановить Россию главного террориста 21 века – это выгнать ее из Украины. По факту подрыва оккупантами Каховская ГЭС начато досудебное расследование по фактам экоцида и нарушения законов и обычаев войны. Статьи 441 части 1 и статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Также в ОК Юг назвали цель подрыва Каховская ГЭС. По словам Натальи Гуменюк, это связано со страхом перед контрнаступлением ВСУ. Россияне взорвали часть конструкции ГЭС и используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на силы обороны, давить на Украину в целом. Не имея сил больше ждать, откуда же пойдет контрнаступление, они пытаются таким образом спровоцировать определенную ситуацию, отметила Гуменюк. Так, дійсно, вони настільки втомилися чекати, з якого ж напрямку він відбудеться, що будь-яка активність сил оборони, зокрема і посилення контрбатерейної роботи, призвели до того, щоб в них не витримали нерви, і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування. На вашу думку, чому російські війська вирішили підірвати Каховську дамбу саме зараз, якщо про це попереджали в ЗСУ, як ви зазначили, і в українській розвідці, і у владі загалом ще в жовтні минулого року? Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил. Тобто ближче до справи, так би мовити, відреагували? Очевидно. А також, чи отакий от момент, тому що раніше експерти говорили про Каховську ГЕС як важливий об'єкт для захисту російських військових, ну, по суті, як таку військову базу, яку ЗСУ точно не будуть обстрілювати, де можна знаходитися російським військам, так би мовити умовно, під захистом. Чому ж, не зважаючи на це, власне, сталося те, що сталося, стався підрив? Вже не почувають вони себе захищеними і більш-менш спокійно на лівому березі. І це наслідки нашої бойової роботи протягом довготривалого часу. Вони усвідомлюють, що місць дислокації безпечних для них фактично на лівому березі нема. І саме тому вони вже за принципом «після мене хоч потоп» дарують на каламбурю в цьому випадку і діють так само. І які наслідки вони очікують? Тобто, якщо можна розказати, вони зробили цей підрив Каховської ГЕС для того, щоб Збройні сили України не просунулися далі. Що це означає? Чи дійсно просування ЗСУ далі вже неможливе? І що в такому разі буде з окупованою частиною Херсонщини та з Кримом? Я не буду орієнтувати ворога стосовно того, можливо чи неможливо далі просування Збройних сил України і Сил оборони. Це зрозуміло. На що вони розраховують, краще запитати безпосередньо у них відповідно. Вони зробили те, що зробили і на даному етапі залишається фактом, що таким чином смуга їх вогневих позицій, очевидно, посунеться, суттєво посунеться, тому що вода зробить свою справу. І те, що нам не вдавалося певним чином завдяки бойовій роботі, сталося відповідно до їхніх прорахунків. Вони завдяки цієї високої води мають відсунутися якомога далі від лівого берега. А це означатиме, що трошки легше буде Херсонцям на правому березі стосовно обстрілів.